добрый день друзья уважаемые подписчики значит сегодня тема будет я думаю довольно интересная она каждому почти каждому мужчине нужна кто бродится именно бродится одноразовыми станучками я думаю всегда каждый задумывался ну в целях экономии или как бы другой раз и раз станок уже тупой надо идти покупать и некогда и специально время убивать и ну то есть каждому все понятно значит есть такое приспособление средства не знаю как сказать сейчас сначала маленькую прычу расскажу значит и отец у меня занимается давным давно уже этим броится броится одним станком броится ну один у него там два четыре в запасе он уже четвертый год броится четвертый год не меняет не покупает то есть побритый по как положено не зарастает ничего значит в чем тут секрет у меня отец очень давно уже занимается пирамидами он его это полностью захватила как бы пирамиды да ну как давно лет наверное уже 10 10 а то и даже может быть 15 не точно не помню то есть станочки это все как бы для ерунда для него я тоже сейчас как бы над этим станком всего лишь но полгода ли то так есть так меняю просто так возьму поменяют и все так и полгода можно бриться без проблем только самое главное ложить их ложим для заточки на север четко на север лицом компас берем проверяем на север ложим и это у меня тоже отец мой сделал давно так же само ставим эту пирамиду тоже с севером одна сторона на север но естественного вторая на юг на запад восток то есть она не должна быть не повернута ни боком никак а именно четко по компасу север юг запад восток тогда она работает то есть это пирамида у меня 5 минут отец у меня уже старенький сами понимаете ему же девятый десяток пошел и он занимается пирамидами делает у него значит есть и на голову пирамида чтобы не болела и в огороде пирамиды у него сейчас расскажу за огород но то есть я сначала у меня была маленькая пирамидка он не делал я ее подарил маленькая для станочка была специальная и подарил мне попросили там пришел друг дай попользоваться ну ладно потом еще сделаю забирать но это так как бы как бы первые экземпляры отец сделал красиво некрасиво но она работает то есть не обязательно для того чтобы пирамида работала как он мне объяснял я это сам все видел как он делал как одни в пользу какая но реально станки я не точу и то есть броясь нормально то есть этот крышечки то есть как бы крышечки заглушать капитально чем-то темно там железное не надо это это как бы сделано но не знаю для чего это тоже отец сделал просто вот эти вот рейки делаем пирамиду то есть каркас сам каркас и все и достаточно она будет уже работать но она работает более эффективно эта пирамида когда находится предмет вот этот вот ну то есть станки даже даже я точил иногда для для эксперимента находится выше немножко за чего я сделал подставочку можно еще чуть выше пирамида работает в основном вот начиная сверху в верху здесь самое сильное поле вверху вот это что-то делает и там меньше и меньше и вот за чего подставочка ну то есть значит сейчас на огороде где-то лет шесть наверно отец построил большую пирамиду трудно сказать что это построил то есть брус 40 на 40 50 на 50 и сделал значит из них чисто каркас пирамиды высота метра наверно может быть 3 до макушки где-то 3 ну может быть три с половиной максимум ширина большая там около четырех метров 4 на 4 где-то и он туда заходит садится отдыхает там как бы ну как бы мне говорит ему легче лучше ноги перестают болеть держка г уже говорил ему уже девятый десяток он ездит на велосипеде без проблем живчик здоров все нормально недавно было с ним прикрутил приключилась в общем у него отказали ноги руки возили моего по больницам начали колоть у кого уколы начали ему там всякие капельницы все это дело в кричит заберите меня отсюда на инвалидном кресле уже был костыли ходить не может и вот так он провел ну где-то да все лето все лето у него была эта проблема чтобы не ходить ничего не мог на костылях еле-еле мы его возили уже и по бабкам шептушкам везде возили ничего не помогает то есть отец начинает сдавать ну что вы думаете вот это жут начал он в эту пирамиду ходить придет посидит посидит по говорит мне легче 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 ну конечно врачи говорят когда я их встречал как а ваш дедушка ходит доходит как так у него стал вообще какой-то там болезнь это что все суставы зарастаете тянет все так на пружина не было ножка когда-то болезнь назвал ну не знаю все это сейчас на велосипеде ездит вот два дня назад проезжал ко мне расстояние у нас 15 километров где я живу и мой отец приехал на велосипеде у него простой велосипедик крутит педали каждое утро обязательно и одно у него как бы пословица движение это жизнь и пирамиды все голова заболела он пирамиду на голову там сделал тоже одевает эта пирамида на огороде стоит большая вот там ней как бы отдыхает посидит немножко поработает на огороде посидит хорошо ему легче я только заходил приеду сел к пирамиду ощущение совсем другое там что-то что-то есть кто-то там как-то играет проходит какие-то волны не волны не знаю он этим больше занимается ну вот то что от него вот это вот взял я станочки да станочками затачиваются без проблем и у меня два брата еще они тоже самое не это самое не парятся вот это у них пирамидка стоит подставили станочки и пожалуйста брось а только чисто поменять можно из-за того что как бы цель гигиены надо поменять а так они острые все то есть их точат неизвестно что еще одно это пирамида которую отец построил на огороде то есть не построила каркас сделал именно под пирамидой я сам был удивлен конечно когда приезжал первые разы он ну допустим сажает вот редиска первое он сажает редиску в пирамиде и за пирамидой то есть пирамида прозрачный выполнен каркас с бруса сделаны и все она просто название одно пирамида стоит в середине посажена редис и тот же самый редис за территория пирамиды и вот результат конечно очень странный но именно в пределах пирамиды вот где кончается зона где вот эти вот рейки заканчиваются пирамиде никакого вредителя и редиска зеленее и больше и лучше и точнее и красивее а за пирамида вот буквально вот рейка стоит пирамида которая заканчивается вот здесь все редиску съедает ну вот как у нас редиску блоха вот это вот которая да блоха съедает редиску то есть листья покусаны покручены она пропадает то есть ее надо брызгать какой-то отравой в этом пирамиде ничем брызгать не надо так ну то есть я по жизни практик я никогда не люблю сказки рассказывать то есть если она вот как вот есть так и рассказываю были там расскажу пирамиды лечат там все это какие-то были до этого рекламы покупайте пирамиды помню это было есть что-то в этом есть конечно не зря эти египетские пирамиды еще один хочу проверить миф не миф но еще не проверял как бы говорят что пирамиде мясо не портится молоко не скисает ну то есть и естественно наверное до определенного времени это я проверю конечно отец проверял не проверял еще не спрашивал не знаю но вот именно на огороде у него так вот стоит пирамида реальный результат видно сразу же вот эти вот станки одноразовые тоже реальный результат когда-то одно время на работе ребятам рассказал об этом деле так и так они как обычно посмеялись да как это так это ну давай нож заточим а я меня просто просил парень принес я принес они же увидели эту пирамиду и начались там вот что это ну хорошо оставляю я на ночь мы уходим домой все с работы они взяли и как бы посмеялись нож там слесаря они в резину ленты резали эти конвейерные ленты резиной такие с ниткой толстые они отрезали там что срашивали ну слесаря и вот постоянно у них нож тупился не точили 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 но ты положили но естественно такой совсем плохой положили утром приходим как-то за него забыли они уже кинулись им опять надо идти бежать или же там врезать какую-то ленту берут тот нож а я же ну попробуй он берет этот нож там нож натуральный такой здоровенный берет нож начинает резать так он реально он реально наточился я же его бросал это вообще не резал совершенно сейчас ленту режет она режется так что станки это конечно дело тонкое тут же лезвие эти микронные толщиной ну а нож не знаю совпадение совпадение но реально много людей и так вот видели все это а станки вот пожалуйста затачивайте брейтесь хоть и не знаю отец четыре года броется без проблем я вот тоже другой раз тоже раз положу и отлично все но эту тему можно принципе развивать если вам будет интересно пишите чтобы как бы я поеду до отца сниму именно видеоролик как у него на огороде там стоит эта пирамида вот уже он говорит уже посадил там до первую редиску ли что-то такое и вот делал пирамиду переставит там исчезают все вредители все полностью под пирамиды не живут и еще одно но это конечно сильно не верит там говорится хорош или в пирамиду с телефоном и пропадает как бы ну антенки связь уменьшается намного это еще проверю то есть если вам будет интересно пишите комментарии я сниму еще поеду именно видео поэтому пирамиде который на огороде потом по его шапкам там все эти всем по заказу пирамиды делает всем братьям 7 и сыновья переделал сниму и как бы выложу чтобы посмотреть что это это реально это все-таки реально реклама реклама этому рекламировали эти пирамиды но а на самом деле она работает пирамида вот я вам как бы практически говорю а там до встречи отзывы ставьте лайки пальцы